Так вот, когда перед Рибоком встал вопрос о бизнесе, а вы видите какая сейчас конкуренция между Найком, Рибоком, Андер Армор тот же, сейчас очень идет жесткая конкуренция за привлечение клиентов. У Найка есть Джордан, у Андер Армор есть Скала Джонс. И Рибок вложила огромную сумму денег в разработку того, что мы сейчас знаем под названием Кроссфит. И они получают, вы не представляете, какое огромное количество денег. Я не знаю, как обстоят дела в Украине, в России, в других странах, но в Америке это просто идеальная система по выколачиванию бабла с минимальными вложениями и с максимально быстрыми возвратами. И так преподнесена населению, особенно женскому, вы же не живете в Штатах, вы не видите рекламу, которая идет, шла по телевидению. Кроссфит рекламировался в первую очередь именно для домохозяек, для женщин, которые таскают там сумки, детей. И преподносилось, что 10-15 минут, потраченные вами в день после того, как вы отвели ребенка в школу или в садик, это мизер. Но получите вы максимально быстрый результат. Станете такими же мощными, сильными, красивыми. И это подействовало. А смотрите, другая ситуация. Строятся залы. Чтобы открыть Кроссфит-зал, тот человек, который хочет это сделать, платит Рибаку определенную сумму. Если ты хочешь, чтобы у тебя работали тренера, эти тренера должны быть сертифицированы. Каждый год они платят определенную сумму за это. Несмотря на то, что еще нужно пройти экзамен первостепенный. И огромное количество людей, которые, естественно, чтобы вы понимали, в Америке люди работают больше, чем в России. И если вы, как задорно говорит, что американцы тупые или что, на самом деле это не так. Американец уже в 13 лет имеет возможность начать работать. В 16-18 лет большинство живет самостоятельно, работают на нескольких работах, имеют машину, квартиру. И когда вы говорите, да все это в кредит, друзья, здесь кредит это все равно, что рассрочка. Американец-гражданин может купить себе за такой смешной процент, что я вам даже не буду говорить, чтобы у вас не случился сердечный приступ с вашими 19-20% годовых. Здесь, если ты скажешь человеку, здесь американец не поверит, что такие проценты могут быть. Для них это рассрочка. И это кайф, и это возможность. Возможность жить самостоятельно, жить в радость, иметь машину. В Америке машина не роскошь. Но вернемся опять-таки к нашим баранам. Все заняты, все учатся, работают, работают на нескольких работах. И естественно, чтобы ходить в тренажерный зал, где нужно заниматься, как любят говорить наши профессиональные инструктора, полтора-два часа. И выбор между кроссфитом, куда можно прийти максимум на полчаса, получить результат в 10 раз быстрее. Как думаете, простой, ничего не понимающий в этом деле человек, что выберет? Рибок заработал на этом огромное количество денег. Но чтобы вы понимали, здравомыслящие люди понимают, что такое кроссфит. К примеру, Инстаграм. Инстаграм сейчас блокирует очень много людей, звезд кроссфита, выступающих, невыступающих. Блокирует их странички. Именно с пометкой, что пропагандируется нездоровый образ жизни, который может привести к серьезным проблемам. Инстаграм. Большая площадка американская, здравомыслящих людей, которые заработали огромное количество денег. Как вы думаете, почему они это делают? Просто так? Друзья, никогда не ведитесь на то, что можно получить что-то очень быстро. Никогда не ведитесь на то, что есть волшебные таблетки, пилюли или уколы. То же самое сейчас вас разводят на эти корсеты пояса. Именно корсет, пояс, если вы тренируетесь в нем от начала и до конца, приведет вас к проблемам в поясничном отделе позвоночника. Только глупый человек тренируется в поясе, в корсете, весь тренировочный процесс. На самом деле, тяжелоатлетический пояс, я об этом уже не раз говорил, необходим вам только в том случае, если вы выполняете силовые упражнения на 1, 2, максимум 3 повторения. Но если вы работаете в 5 повторениях и выше, вам пояс никогда не нужен. Пояс снимает на самом деле нагрузку с мышц кора, ослабляет их. А мышцы кора это как раз таки та основа, которая даст вам при хорошем развитии защиту вашего позвоночника. И приседания, и становые тяги это безопасные упражнения, если у вас есть голова на плечах. Естественно, никогда нельзя делать 2 этих упражнения в отказ. Только дурак может рекомендовать делать такие упражнения в отказ. Жим лежа, еще ладно, там можно подстраховать. Кто-то скажет, что можно подстраховать и на приседе. Но, друзья, на приседе страховать, об этом будет отдельная тема. А на становой тяге вы, естественно, никого не подстрахуете. И когда вы доходите в этих упражнениях до отказа и стараетесь пойти за отказ, вы настолько вредите себе, что вы просто не представляете. И занимаетесь при этом ерундой. Почему? Потому что я не раз уже вам говорил, что отказ это то, что убивает силу. А для натурального атлета сила самая важная. За силой придет масса, за силой придут похудения, избавления от жировых накоплений. Естественно, при условии, при выполнении вами грамотных правил в питании. Которые тоже очень и очень просты. Так что, друзья, когда вам в следующий раз скажут, что пойдем со мной на кроссфит, это быстро, это экономит время. Как минимум задумайтесь. Как минимум. А лучше просто откажитесь. И если хотите действительно заниматься удовольствием, то ходите в тренажерный зал. Найдите грамотного специалиста, который научит вас хорошо, глубоко приседать, делать становые тяги, подтягиваться, отжиматься от брусьев. И начинать это можно делать в любом возрасте. Грамотно, плавно, постепенно. И если все делать с головой, то голова останется на плечах очень долгое время. Причем на плечах действительно здорового, полноценно развитого тела. Желаю всем удачи и, естественно, сухой мышечной массы без травм. Обязательно, друзья, поделитесь данным роликом в своих соцсетях. Ставьте лайк. Пишите, с чем вы согласны. Не нравится? Обязательно ставьте дизлайк. Но напишите, с чем вы не согласны. Не стоит писать, что за чушь, ерунда, все занимаются кроссфитом. Друзья, это не комментарий. Это говно. И если вы пишите, к примеру, ролик говно, то вы на самом деле просто сами говно. Потому что не можете дать объективно, конкретно, аргументированно ничего. А это и есть ничего. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok